МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детективы НАБУ задержали экс-нардепа Николаем Мартыненко. Это произошло в центре Киева, в приемной депутата Дениса Дзензерского, где в это время находился Мартыненко. Сотрудники НАБУ караулили там полдня, чтобы вручить ему подозрения. Наконец, в полседьмого вечера вывели экс-нардепа из здания, посадили в микроавтобус и увезли в офисное бюро. Все подробности мы узнаем у нашего корреспондента Александра Васильченко. Он на связи со студией. Саш, здравствуй, расскажи, что тебе известно о задержании? Добрый вечер, Екатерина. Мы сейчас находимся возле НАБУ. Сюда уже привезли бывшего нардепа Николая Мартыненко. Об этом нам сообщили его адвокаты. Как объясняют, в НАБУ задержали экспарламентария по факту нанесения государству материального ущерба в крупных размерах. Однако сам экс-нардеп все обвинения в его адрес опровергает. Звинувачения против меня фальсификованы за вказовкой директора НАБУ Ситника. Эта справа является политичной и не подкреплена никакими доказами. Я еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы НАБУ переверило фейковые звенувачения на мою адресу, которые тереживались за гроши. Я никуда не ховаюсь, перебывал в Украине и надал все свидетельства. Однако директор НАБУ Ситник решил пропиарить. Он хочет переключить внимание от провалива работы НАБУ и своей политической заангаженности. Позже появилась информация, что детективы НАБУ вручить подозрение Николаю Мартыненко не могут. Якобы тот закрылся в приемной одного из нардепов. А как известно, без специального разрешения силовики в кабинет парламентариев войти не могут по закону. Ближе к шести вечера детективам удалось задержать Мартыненко. В самом НАБУ эту информацию пока не комментируют. А вот адвокаты Мартыненко утверждают, экс-нардеп ни от кого не скрывался. Задержать его пытались с нарушением закона. И в чем обвиняют их клиента, они тоже не знают. Подозрение в совершении преступления ему не было предъявлено. Он был просто задержан, якобы потому, что он может скрыться от следствия по неизвестному пока какому делу. Никто, нигде не переховывался. Едина была затримка по войне детективов. Потому что они приехали затримать. Мы вышли и сказали, на какой подставе дайте подозру. Они говорят, у нас нет подозрений. Так а че вы, хлопцы, приехали? Также, по мнению адвокатов, сегодня Мартыненко вручат подозрения. А уже завтра могут начать рассмотрение меры ему пресечения. Напомню, на БУ расследуют два дела, в которых фигурирует экс-депутат Николай Мартыненко. Его вызвали на допрос в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования в деле по факту закупки ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», а также по факту получения взяток при закупке на ЭК «Энергоатом» оборудования у чешской «Шкоды» «Джиэс». Пока такая информация, продолжаем следить за событиями. Екатерина. Саш, спасибо тебе за детали. Это был Александр Васильченко и сообщил подробности задержания экс-нардепа Николая Мартыненко. Медлить больше не станут. Киев не получит следующий транш от МВФ без пенсионной реформы. Так заявил в Вашингтоне министр финансов Украины. А это значит, изменения, которые вызывают столько споров, должны принять. Без них денег от МВФ можно не ждать. Все детали знает мой коллега Дмитрий Анопченко, который следит за ситуацией из штаб-квартиры фонда, где сейчас проходит весенний саммит. Сотни делегатов, министры, главы центральных банков, чиновники, отвечающие за экономику. В Вашингтоне в самом разгаре весенний саммит МВФ и Мирового банка. Одно из двух самых крупных мероприятий года, когда первые лица разных стран сверяют часы, что происходит в мировой экономике. И что во взаимоотношениях их стран с Международным валютным фондом. Здесь сейчас и украинская делегация. Несмотря на заявление в отставке, приехала глава НБУ Валерия Гондрева, есть и министр финансов Александр Данилюк. Вот именно ему и принадлежит цитата, которую сегодня приводит пресса, выступая в Hudson Institute. Он сказал, что для получения нового транша есть несколько обязательных условий и без проведения пенсионной реформы транша просто не будет. Остальные ключевые условия министр назвал в интервью CNN. Следующий приоритет Украины – имплементация долгожданного пакета реформ, которого страна избегала последние 25 лет. Это пенсионная реформа, земельная реформа и приватизация. Изменить систему начисления пенсии – это то, чего фонд стандартно требует от стран с проблемной экономикой. Глава МВФ Кристин Лагард на сегодняшней пресс-конференции Украину не упоминала, но, говоря, к примеру, о Греции, перечислила все те же требования. Фискальная реформа, пенсионная реформа – это стандартный рецепт от МВФ. Но для украинцев принципиально не только и не столько сама реформа, сколько ответ на вопрос, а вот предполагает ли она повышение пенсионного возраста. И такое ощущение, что среди украинских чиновников общего мнения в принципе нет. Ну вот судите сами. Только накануне, выступая на Кабмине, министр социальной политики сказал, что реформа практически готова и даже на 99% согласована с Международным валютным фондом. Остается буквально 1% согласовать. Сегодня пресса на ходу перехватила вице-премьера Павла Розенко, профильного вице-премьера. Так вот он буквально удивил. Сказал, я процитирую, никто из членов Кабмина этот проект в глаза еще не видел. И что реформа только разрабатывается, идут дискуссии, в том числе и с МВФ, и очень непростые. Чтобы разобраться, я задал сегодня этот вопрос здесь, в штаб-квартире Международного валютного фонда. В фонде пообещали, что на него завтра ответит глава Европейского департамента МВФ, который курирует, в том числе и Украину. С ним будет возможность поговорить. Ну а пока адресовали к официальному документу, который фонд распространил после выделения прошлого транша. Вот он. Ссылаясь на мнение Совета директоров, фонд впервые за последнее время использовал очень четкую формулировку своих требований. Все детали мы сможем выяснить уже завтра напрямую у чиновников фонда. Напомню, будет возможность поговорить с главой Европейского департамента МВФ. Потому что украинские чиновники, которые прибыли сюда, в Вашингтон, общения с украинской прессой пока что избегают. С весеннего саммита МВФ и Всемирного банка, Вашингтон, Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Еще одно требование фонда. Отмена моратория на продажу земли может вывести на улицы 1 мая тысячи людей. Так утверждают народные депутаты и представитель профсоюза в Верховной Раде Сергей Каплин. Нардепы Федерации профсоюзов готовят масштабную первомайскую демонстрацию. Среди требований также проведение досрочных парламентских выборов. Мы, кроме всего, будем требовать двух серьезных вещей. Первое. Референдум по земле. Земля должна оставаться в властности людей. Простых людей в властности государства. Довечно. Назавжди. Другое. Мы будем добиваться дочасных выборов. Дочасных выборов. И вот, кстати, по поводу заботы об украинцах. Прифронтовой Мариуполь Донецкой области до осени может остаться без горячей воды. Об этом заявил директор местной теплосети Дмитрий Раус. Причина – долги. Общая задолженность города перед коммунальщиками превышает 70 миллионов гривен. В апреле жители Мариуполя оплатили только 10% услуг тепловиков. И если ситуация до конца месяца не изменится, «Нафтогаз» не продлит договор на поставку горячей воды. А это значит греть воду в кастрюлях людям придется до следующей осени. Задолжались с нынешними тарифами не только в Мариуполе. Долги теплокоммунэнерго по всей стране составили более 20 миллиардов гривен. А вот топ-менеджеры «Нафтогаза», то и дело повышающего расценки, получают миллионные зарплаты и премии из бюджета. Сегодня стало известно, что в канун Рождества четыре топ-менеджера компании наработали 2 миллиона гривен премиальных. А в год они в среднем заколачивают по 8 миллионов гривен. Кто премьирован и за что? В короткой справке. Практически под елочку некоторые топ-менеджеры «Нафтогаза» получили многотысячные премии. В общем, на четверых членов НАПСовета рождественский джекпот составил почти 2 миллиона гривен. Таковы данные официального портала «Эдата» о выполнении контрактов с этими чиновниками. К примеру, бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину привалило около 400 тысяч гривен. Полмиллионные премии назначены еще трем независимым членам наблюдательного совета Маркусу Ричардсу, Чарльзу Проктору и Полу Орвику. А наклады этим четверым сотрудникам «Нафтогаз» направил свыше 15 миллионов гривен. Не забывают о себе и руководители компании. Буквально недавно стало известно, что зарплаты себе они решили увеличить в 13 раз. Только глава компании Андрей Коболев в месяц получает около 2 миллионов гривен. Доходы вполне позволяют не бедствовать. Вот так, к примеру, выглядит дом Коболева в элитном поселке под Киевом. В позапрошлом году его оценили в 1 миллион долларов. А в прошлом глава «Нафтогаза» хотел приобрести бронированный «Мерседес» стоимостью 5 миллионов гривен. Но после журналистских материалов резко передумал. Со скоростью роста доходов руководство НАК может сравниться разве что рост тарифов на газ. В минувшем году расценки для населения выросли в 4 раза. Сейчас тысячу кубов для населения обходится почти в 7 тысяч гривен. Однако в НАК действующий тариф считают нерентабельным и настаивают на его увеличении. Проверить деятельность «Нафтогаза», напомню, на прошлой неделе НАБУ и Генпрокуратуру призвали нардепы. Предотвратить коллапс в газовой отрасли. С такими требованиями к президенту, премьеру и главе профильной нацкомиссии обратились представители «Оболгазов» вместе с ассоциацией газового рынка. С 1 апреля правовая база для расчета за газ действовать перестала, а новые правила так и не утвердили. Это приводит к тому, что предприятия отрасли остаются без финансирования. Если ситуация не изменится, обслуживать газораспределительную систему страны будет некому. Без зарплат останутся десятки тысяч людей, и это приведет к остановке поставок газа в дома украинцев. Но выход есть, считают газовики. Нужно принять решение, которое бы регулировало тарифы на газ и восстановить полномочия нацкомиссии, отвечающую за госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Именно она и должна устанавливать алгоритм распределения средств. Еще одна госкомпания, вокруг которой не первый месяц бушуют страсти – «Укрзалезница». Министр инфраструктуры Владимир Амельян готов голосовать за отставку главы «Укрзалезницы» Войцеха Бальчуна. Его команда, по мнению Амеляна, не дала результатов. Контракт Бальчуна заканчивается в мае, а значит, правительство до конца апреля должно его уволить. На этот пост якобы уже есть три кандидатуры, но кто они, министр не уточнил. Это не первая критика в адрес главы «Укрзалезницы» со стороны министра. В конце января на заседании Кабмина Владимир Амельян жестко раскритиковал работу Бальчуна, мол, он не занимается реформами. В ответ сам Амельян получил выговор от премьера, а «Укрзалезницу» из-под управления минус-фероструктуры передали Кабмину. Напомню, Бальчун возглавлял железнодорожное ведомство в прошлом году по конкурсу и получает едва ли не самую высокую зарплату в Украине – около 500 тысяч гривен в год. Хотя еще раньше в Министерстве экономического развития заявляли, со всеми премиями и доплатами его доходы могут составлять от 800 тысяч до миллиона долларов в год. Кабмин ищет агентов, способных изменить страну. С такой инициативой выступил премьер и заявил. Речь о молодых специалистах, которым обещают найти работу в органах власти уже этой осенью. Таким образом планируют перезагрузить министерство. Об этом Владимир Гройсман рассказал на встрече со студентами Киева-Мигелянской академии. Будущих сотрудников глава правительства назвал агентами изменений. Я хочу привезти в уряд одну тысячу нових агентов изменений. А кто это люди? Это вы. Это люди, которые будут иметь качественную область, это люди, которые будут иметь желание изменений. И мы можем, комбинуючи ресурсы Европейского Союза и наших, обеспечить им гидную оплату работы. Тысячу молодых людей. Мы думаем, что в осень, мы уверены, что в осень через публичный конкурс сможет прийти в уряд кабинет министра и министерства. Кроме этого студентов интересовал и безвизовый режим с Европой. Премьер заявил, свободно путешествовать странами ЕС украинцы смогут ориентировочно с 11 июня. Если, конечно, не будет изменен календарь без виза. А накануне Международный суд ООН в Гааге вынес промежуточное решение по иску Украины против России. Обращение к Фемиде официальный Киев подал еще в январе. В нем украинская сторона обвинила Москву в нарушении двух международных конвенций. О борьбе с финансированием терроризма и ликвидацией всех форм расовой дискриминации. Доводы обеих сторон суд выслушал поочередно в марте, а накануне подтвердил, что поданный Украина иск в его юрисдикции, но обращение Киева удовлетворил частично. Постановил, что России необходимо пересмотреть решение о запрете Меджилиса и удержаться от ущемления прав крымских татар. Но Фемиде не хватило доказательств, чтобы ввести меры против Москвы за финансирование терроризма. В то же время суд призвал обе стороны выполнять Минские соглашения, а уже в мае суд предоставит график, по которому будет рассматривать дело по сути. Украинская сторона осталась довольна даже таким сдержанным решением. Все боялись, что не будет принимать эту юрисдикцию. Суд признал, что она есть. Суд признал наявность порушений. Суд даже признал, что наявность этого спора никак не пороскоржает Минскому процессу. И что стороны могут продолжать Минский процесс и судовый рассмотрение как обязательства параллельно. И никто ничего не лимитировал нам. Поэтому для нас это решение действительно очень позитивное, особенно с тем, что россияне просили вообще отвернуть наши требования и не принимать решения. Москва намерена максимально интегрировать в свое пространство сепаратистские образования на Донбассе. Но юридически оформлять аннексию пока не планируют. Об этом сообщило западное издание Bloomberg, сославшись на источники в окружении российского президента. Якобы речь идет о реализации Приднестровского сценария. А в будущем, возможно, даже будет рассмотрен вопрос выдачи паспортов Федерации на оккупированных территориях. Такую информацию уже прокомментировал пресс-секретарь Путина. Песков назвал публикацию Bloomberg, цитирую, наивной и примитивной. Решение Международного суда ООН в Гааге выигрыш для украинского народа. Но оно еще раз показало, что политика партии войны, окопавшейся в украинской власти, проигрышная. Об этом говорится в заявлении оппозиционного блока, которое появилось сегодня на официальном сайте партии. Решение Гаагского суда обязывает всех подписантов минских соглашений выполнять их. Поэтому его нужно как можно скорее имплементировать и урегулировать. Конфликт на Донбассе мирным путем. Конец цитаты. Оппозиционный блок обращается к парламенту взять в разработку законы, которые позволят выполнить политическую часть минских соглашений и провести местные выборы в Донецкой и Луганской областях. В партии также требуют обеспечить конституционное право граждан говорить и слушать на родном языке. Межведомственная комиссия по международной торговле до конца апреля снова рассмотрит вопрос об антидемпинговых пошлинах на ввоз российских удобрений в Украину. Пока неизвестна дата заседания и будут ли ввозные ставки пересмотрены. Да еще в пользу Киева или Москвы. Тем временем на кону судьба нескольких химических предприятий страны, которые в основном простаивают. Рынок Украины заполонили российские удобрения. За три последних года украинские аграрии заплатили только за аммиачную селитру, более полумиллиарда долларов. Россияне уже не успевают ввозить свою продукцию, не хватает вагонов. В Украине пассивная. По разным оценкам от 70 до 90% поставок удобрений в Украину из России. Повальный импорт начался при Кабмине Яценюка и как раз с началом АТО. Это вопрос более политический, в военной площади. То есть, понятно, что торговля с краевым агрессором – это неправильно. Это никогда такого нет. То есть, если мы воюем, то мы воюем. Если война, то нужно речи называть своими именами. То есть, когда идет война, то не можно купить доброго. На самом же деле, импорт российских удобрений с каждым годом увеличивается на 50%. В прошлом году азотных ввезли полтора миллиона тонн. Опубликованы данные таможенной службы Украины о компаниях, ввозящих из России эту продукцию. 11 предприятий. Основные игроки – дочки крупных российских концернов. Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли правительства Украины ранее вводила 18% заградительные пошлины. Но то и дело их приостанавливает. Мы прикидывали со специалистами, это должно быть где-то не менее 43%. 43-45% в зависимости от номенклатуры. А все, что ниже, учитывая цены на основное наше сырье, газ, мы просто будем не рентабельны на нашем рынке. Поэтому фактически простаивает весь украинский химпром. 90% себестоимости удобрений – газ. Для россиян он в 3-5 раз дешевле. Межведомственная комиссия еще два года назад начала антидемпинговое расследование. Но на деле результатов нет. Они вроде как замахиваются, а потом смотрят, что удара нет. Мы понимаем, что там очень разные течения. Много лоббистских групп, особенно в среде аграрива, они довольно-таки сильны. И поэтому то, что ввели пошлины, допустим, на кармамид, на касс, там в пределах 18%, от этого ни холодно, ни жарко, ни нашим производителям. А для россиян это, ну, такая мелкая потеря. Без комментариев. Чому? Потому что, ну, мне нескладно зрозуміти логику. Заразу скажу. Ну, потому что с одними стороны, еще раз повторю, можно выиграть в короткой перспективе. Например, ты отримал демпинговый дешевле доброго, да? Но, загубивши своего виробника, ты надалее отримаешь дорогие доброго. Потому что альтернативы уже не будет. Через 10 дней аграрии полностью завершат весеннюю кампанию. Весенняя пассивная практически уже ушла, апрель заканчивается, да? Поэтому сейчас вот эта вся подготовка идет к тому, что запуск предприятий и наработка удобрений для обеспечения осенней пассивной. Впрочем, надеемся, что еще до конца апреля межведомственная комиссия примет решение, после которого Украина перестанет платить сотни миллионов, которые идут на финансирование российской оборонки и укрепление таким образом армии РФ. Оксана Григорьева, Алексей Шматов. Подробности, телеканал Интер. Эхо боевых действий на Донбассе. Даже в освобожденных городах и селах смертельная угроза может подстерегать мирных жителей. Неразорвавшиеся боеприпасы боевиков, растяжки. Почти каждый день спасателям приходится разминировать коварные находки. Самое сложное, говорят в штабе АТО, вести такие работы в буферной зоне. Продолжит Ирина Баглай. Село Семеновка под Славянском. Весной и летом 2014 года не сходилось о сводах АТО. Чтобы понять, какие здесь шли бои, достаточно посмотреть на вот такие до сих пор разрушенные частные дома. Линия соприкосновения переместилась на сотню километров вперед. Казалось бы, можно забыть про войну. Но спустя три года спасатели до сих пор собирают смертоносный урожай неразорвавшихся боеприпасов. Все это собрали спасатели за утро, обследуя местное кладбище. Чтобы обезопасить людей, решили расширить территорию разминирования. Обошлись миноискателями поля, близлежащие рядом. Мы определяем центр и тогда уже начинаем вокруг и приближаемся к нему. Затем все находки сюрпризы утилизируют на полигонах. Третий год спасатели возвращаются в эти места. А жители, которые уже отвыкли от взрывов и боев, по-прежнему опасаются заходить за пределы кладбища. Приходят только на могилы родных. А это уже экспонат, разминированная растяжка, которую боевики установили именно на кладбище под Чеморлыком. В основном такие вот лежачие гранаты, но не на веревочке такой, а на леске с Птура ее практически не видно. Если ее немножко подвинуть, лажили, скакают и у нас работают. Более 300 экспонатов. Это все спасатели собрали в свой музей, найденный на земле Донбасса. Вот доказательства участия в войне на востоке Украины российских войск и нарушения международных запретов на использование кассетных снарядов. Огнемет «Шмель» — это российский. Чисто российское оружие. Итак, кассетный боеприпас с точки У, не со «Смерча», это я ошибся. С точки У его нашли под Краматовском. Быстрее всего, это по нам работает, но не сработало. Это кассета урагана «Смерча», а это кассета с точки У. За несколько дней допоминальных дат сотрудники МЧС обследовали более 100 кладбищ. До субботы обещают обеспечить безопасный доступ к могилам на 140 по ГОСТах. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виталий Иотко из Донецкой области. Подробности — телеканал «Интер». Это не замороженный конфликт, а настоящая война в горячей фазе. Так охарактеризовал события на Донбассе президент Украины в интервью британскому телеканалу Sky News. Петр Порошенко пообщался с Песой сразу после встречи с премьером Терезай Мэй. В интервью глава государства подчеркнул, что необходимо продолжить давление на Россию. Также Порошенко считает очень важной солидарность мирового сообщества с Украиной. Некоторые пытаются называть это замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. Это горячая российская агрессия против моей страны. Санкции — это единственный механизм, чтобы держать Путина за столом переговоров. Не дня без эпатажа. Выборы во Франции обрастают новыми скандальными заявлениями, в том числе об Украине и Крыме. Кто на этот раз назвал его российским и как результаты гонки могут повлиять на отношения Киева и Парижа? Елена Зорина подробнее. Чем меньше дней до выборов, тем острее высказывания у французских кандидатов. Как-никак меньше трех дней до голосования. И вот финальный аккорд правоцентриста Франсуа Фиона вызвал новые обсуждения и буря эмоций. Кандидат рейтинги, которого изрядно подкосил коррупционный скандал с фиктивным трудоустройством его жены, да и костюмная история тоже не добавила ему баллов, на сей раз решил порассуждать на тему Крыма. В интервью одному из французских изданий Фиона звал полуостров российским. Дескать, так сложилось исторически. И заявил, говорить о том, что Россия должна оттуда уйти, бесполезно. Подобная риторика уже звучала из уст другого французского кандидата, лидера ультраправых Марин Лепен. Она в случае победы на выборах и вовсе пообещала признать полуостров российским. Такие высказывания французов, видимо, не оставляют равнодушными. Накануне ее последнее масштабное выступление в Марселе закончилось столкновениями с полицией. Несколько сотен противников Лепен пытались прорваться на ее митинг, но полиция их не пустила. В ход пошли камни, фаеры, правоохранители ответили слезоточивым газом. Это позор для страны. И я считаю, что голосование за ультраправых на самом деле является всего лишь реакцией на экономический кризис и кризис мигрантов. Я думаю, есть альтернативы. Альтернативы, конечно, есть. В первом туре три лидера предвыборной гонки. Кроме Фиона и Лепен, это еще и левоцентрист Эммануэль Макрон. Именно ему социологи упорно прогнозируют победу. Правда, пока непонятно, в первом или во втором туре, да и кто будет его соперником. Пока сложно сказать. Кандидаты идут буквально ноздря в ноздрю. Отрыв всего в несколько процентов. В преддверии голосования настроение французов тоже ясности не вносят. Я не хочу, чтобы во втором туре президентских выборов мы увидели Лепен против Фиона. Это не голосование сердцем, это не голосование по убеждению. Это стратегическое голосование. Один тур или два, это как карта ляжет, понятно, станет уже в это воскресенье главный вопрос, который интересует Украину, какую политику в отношении Киева будет вести будущий президент. Немного ясности сегодня добавила посол Франции в Украине Изабель Дюмон. Заверила, что нормандский формат, кто бы ни пришел в Елисейский дворец, скорее всего, сохранится. Дескать, этого хочет и Украина, и Россия. Елена Зорина, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала. А в Великобритании предвыборная кампания сегодня официально стартовала. Чтобы завоевать голоса избирателей, у партии всего 7 недель. Какие стратегии выбрали главные политические силы и каковы их шансы? Расскажет Светлана Чернецкая из Лондона. Все на старт. Не успели депутаты покинуть здание парламента, где только-только проголосовали за досрочные выборы. Как партийные боссы уже отправились запускать свои кампании. Две главные политические силы страны, консерваторы и лейбористы, уже провели первые встречи с избирателями. В главе правительства Терезе Мэй последующие 7 недель придется уделять больше времени своим обязанностям лидера консервативной партии. Она обещает провести предвыборное время в разъездах по стране. Правда, между поездками ей придется исполнять и свои непосредственные обязанности. Сегодня, например, на Даунин-стрит она принимала председателя Европарламента. Конечно же, обсуждали Брэкзит. Выход из Евросоюза Тереза Мэй сделала главным лейтмотивом этих выборов. Суть этих выборов в том, чтобы выбрать сильное и стабильное руководство, в котором нуждается страна, чтобы пройти Брэкзит и все остальное. Суть в том, чтобы укрепить наши позиции в переговорах с Брюсселем. Но вот главная оппозиционная сила лейбористы решили не идти на поводу титульной темы выборов. По поводу Брэкзита им сказать особо нечего. Как и консерваторы, они поддерживают результаты референдума по выходу страны из ЕС. То есть в этом плане от конкурентов особо не отличаются. Поэтому и решили пойти по проторенной дороге. И в своей предвыборной кампании сделали ставку на традиционные обещания. Мы поменяем направление этих выборов. Все просто. Консерваторы партии привилегированных и самых богатых против лейбористов. Партии, которая отстаивает права трудящихся для улучшения их жизни. В стране, где в последнее время все проблемы, будь то медицина, экономика или миграция, рассматривают только с точки зрения выхода из ЕС, стратегии лейбористов игнорировать Брэкзит кажется немного странной. А вот сработает ли она, станет понятно лишь по результатам выборов. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот, что узнаете во второй части программы. Нелегальный арсенал. Зачем двум братьям понадобился склад с оружием? Днепровские фонари. Сколько заработали чиновники на уличном освещении? Дайте тепла, как в регионах переживают снегопады. Скандал в Харьковской полиции. Там, пройдя переаттестацию, до сих пор служат двое бывших беркутовцев. Оба фигуранты уголовных производств и их дела переданы в суд. Одного обвиняют в пытках участников Майдана в январе 2014-го, второго в избиении журналистов в начале 2015-го. Обо всем подробнее Светлана Шекера. Двое бывших сотрудников Харьковского батальона спецназначения «Беркут» сейчас в статусе обвиняемых. Андрею Хандрыкину вменяют в вину истязание участников Майдана в январе 2014-го. Тогда на входе в стадион имени Лобановского беркутовцы сняли майдановцев с колоннады, раздели и издевались над ними. Владимира Рияка подозревают в избиении журналистов Громадского под Харьковом на блокпосту Песачин в январе 2015-го. Милиционеры остановили журналистов, возвращавшись из зоны боевых действий, оператору заломали руки и отобрали карту памяти. Генпрокуратура уже завершила следствие и передала материалы в суд. Сегодня выяснилось, оба бывших беркутовца продолжают работать в национальной полиции. Прошли переаттестацию на загальных умовах и, соответственно, до выставок аттестационных комиссий, призначены на посады полицейских в батальоне полиции особенного призначения, где и наразе продолжают нести службу. В генпрокуратуре, говорят, просили суд и полицию отстранить подозреваемых беркутовцев от работы. Ставилось питание перед судом о отстранении их от посады и в каждом случае районный суд отмоглял о отстранении посады. Национальная полиция в Харьковской области занимает позицию, что они будут принимать решение только после вырока суду. Но будет ли это решение суда? Четверо харьковских беркутовцев, которые фигурируют в уголовном производстве о расстрелах протестующих на Майдане, уже сбежали в Россию. И ни Хандрыкину, ни Ирияка ничто не мешает поступить так же. Светлана Шикера, Инна Морецкая, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. А вот бывшего сотрудника МВД поймали пьяным за рулем. Сегодня ночью задержали экс-главу разрешительной системы Министерства внутренних дел Валентина Медведя. Видео задержания почти сразу опубликовали в интернете. Валентин Медведь в буквальном смысле выпадал из машины, оскорблял окружающих и даже бил ногами полицейских. В Николаеве оперативники СБУ совместно с полицией обнаружили нелегальный склад оружия. Арсенал хранили два брата. Один из них когда-то был высокопоставленным в области милиционером. Второй бывший активист Компартии. В СБУ предполагают, что оружие предназначалось для организации провокаций в Николаеве. Подробности у Кирилла Ющишина. Арсенал оружия был спрятан в подвале гаража одного из кооперативов. Оперативники СБУ обнаружили тайник, срезали замок на воротах и опешили. В обычном гараже были спрятаны гранатомет, автомат Калашникова с двумя магазинами, пулемет Томсон, пистолет ТТ, около 12 тысяч различных патронов, 30 осколочных гранат, 2 гранаты РГД-5, полтора килограмма пластидом, 8 детонаторов и 3 взрыв-пакета. Чтобы не подвергать опасности оперативников, обыск пришлось прервать. После проверки все найденное изъяли. Гараж принадлежит двум братьям Валентину и Александру Матухно. Последний полковник милиции в отставке. Долгое время занимал руководящие посты в милиции Николаевской области. Его брат Валентин Матухно был членом бывшей компартии. Принимал активное участие в пророссийских митингах в Николаеве. Сейчас оба в России. Пошла продолжительная работа, которая дала предпочтение выйти на этот довольно серьезный объем схованку. Есть определенные предпочтения считать, что найденные оружия и средства урожения могли бы быть использованы для диверсии, для эскалации ситуации в регионе на предыдущих митингах. По данным СБУ, этой весной в Одессе, Николаеве, Херсоне и Харькове активизировала работу агентурная сеть российских спецслужб, которые пытаются создать искусственные межэтнические конфликты на почве якобы ущемления интересов нацменьшинств. Ранее в Одессе были задержаны организаторы акции протеста против притеснения этнических болгар, во время которой, по данным СБУ, планировали инсценировать нападение националистов на мирных участников пикета. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. Очередные фуры со львовским мусором доехали до Тернопольской области. Полицейские остановили две машины неподалеку Малашавецкой свалки в Сборовском районе. Как сообщили в полиции, владельцем грузовиков оказался предприниматель из Тернополя. А бытовые отходы, согласно товарно-транспортным накладным, принадлежат львовскому предприятию. Как сообщили водители, они направлялись из Львова в Днепр. В Тернопольскую область якобы заехали на дозаправку. Кроме того, им нужно было отремонтировать двигатель. Сейчас фуры на штрафплощадке всего в Тернопольской области зафиксировали уже 13 случаев ввоза львовского мусора. Сельсовет Николаевки в Днепропетровской области уличили в коррупции. Общественники уверяют, местные чиновники проводят непрозрачные закупки за бюджетные деньги. Например, приобрели уличные светильники за 200 тысяч гривен. По словам активистов, две трети этих денег осели в нужных карманах. Подробности от наших корреспондентов. В апреле чиновники сельсовета отчитались. Заключили договор на закупку 25 уличных светильников. Фонари не простые, а светодиодные. Плюс сопутствующие оборудования. Выложили почти 200 тысяч гривен. Каждый светильник обошелся в 8 тысяч гривен. Общественники таким расценком удивились. Дескать, подобные фонари продают не более чем за тысячу гривен. Запросто может быть банальная отмывка денег. Если смотреть по цене, то тут можно, наверное, и светильник, и столб поставить сразу. Но, я не знаю, по-моему, там есть достаточно столбов в этом селе. И есть куда устанавливать светильники. Возможно, речь идет об опоре, которую на столб еще ставят. Но, опять же, опора, ну не может она стоить дороже, чем достаточно технологичная такая вещь, как светодиодный светильник. Какое сопутствующее оборудование купили чиновники, неизвестно. Председателя сельсовета на месте нет, он в отпуске до конца месяца. А бухгалтер что-либо комментировать категорически отказалась. Я не обязана никому ничего рассказывать. Вы отказываетесь давать комментарии? Конечно. Село Николаевка небольшое. Здесь живет чуть больше тысячи человек. На всех улицах фонари есть, и они работают. Зачем их менять? Да еще за такие деньги местные жители не поймут. Говорят, проблем в селе и так хватает. 20 тысяч гривен можно было бы потратить на ремонт дорог или на новый детский сад. Коробку для него построили еще 20 лет назад. А вот довести строительство до ума никак не могут или не хотят. Если бы на детсадок, мы его так ждем, это детсадок, то, конечно. Есть дети, которые пришли бы в садик, но его нет. Разворовали чиновники более сотни тысяч гривен или действительно провели закупку закона? Должны разобраться правоохранители. Активисты уже готовят к ним обращения. Елена Медалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область. Контрабанда под видом диппочты. На посту пропуска Лужанка, это Закарпатская область, таможенники остановили микроавтобус с номерами консульства одной из стран Азии. Водитель предъявил дипломатический паспорт и заявил, что должен доставить диппочту. Во время осмотра в машине обнаружили около 10 тысяч пачек сигарет с акцизными марками. Стоимость контрабанды, по предварительным данным, 200 тысяч гривен. В джипе мэра Измаила обнаружили бомбу. Об этом интернет-изданию страна сообщили источники в Одесской облпрокуратуре. Взрывное устройство нашел утром сотрудник СТО. Известно, что машина Toyota RAV4 по документам принадлежит жене мэра, но ездил на ней именно Андрей Абрамченко. Одесская область приняла эстафету апрельских снегопадов. О том, как в Южном регионе переживают капризы погоды, узнаем у нашего корреспондента Андрея Анастасова. Андрей, здравствуй. Расскажи, как коммунальщики справляются с весенним снегом? Добрый вечер, Катя. Целый день в Одессе шел дождь с мокрым снегом, который тут же таял, поэтому особых хлопот осадки городу не доставили. Чего не скажешь о северных районах области. Здесь практически с утра начался настолько сильный снегопад, что уже к полудню сложно было поверить, что на улице апрель. Конечно, в первую очередь трудности испытали автомобилисты, особенно те, которые выехали на летней резине. Неподалеку от раздельной застряли и мы. Пришлось вызывать на помощь спасателей. Из-за непогоды произошло два серьезных ДТП. В Раздельнянском районе съехал в Кювет и перевернулся. Микроавтобус с людьми обошлось без пострадавших. То же самое произошло и в Болградском районе. Пять человек получили травмы. У одной из пассажирок перелом ключицы. В принципе, проехать по дорогам сегодня было можно. Но пока мы добирались до Одессы, встретили несколько буксующих автомобилей. Едем по пригородной трассе в Раздельнянском районе Одесской области. Вот примерно такое состояние проезжей части. Пока ни одной снегоуборочной машины не встретили. После вчерашнего тепла и солнца жители Одесской области пришли в ужас от сегодняшних погодных условий. С утра многие начали выкладывать видеоролики в соцсети и шутить по поводу аномального апреля. Кто увидит в лесу 12 месяцев, апреля больше не наливать. Такая погода в Одесской области сохранится и завтра. Ночью мороз и гололедица, днем плюс один, плюс шесть и снова сильные снегопады и метели. В общем, жители региона просят по возможности оставаться дома. А в некоторых районах, кстати, завтра отменили занятия в школах. Катя. Андрей, спасибо. Андрей Анастасов рассказал, как в Одесской области справляются с непогодой. Сегодня снегопад добрался и до Ивано-Франковской области. В Карпатах на Милосугробы высотой больше двух метров. В самом Ивано-Франковске утром снег выпал, но ближе к вечеру почти весь растаял. Зато существенно снизилась температура. В квартирах жителей холодно. Из замерзающего города сюжет наших корреспондентов. С утра под стенами горсовета импровизированный митинг. Люди пришли требовать включить отопление. Говорят, вот уже несколько дней температура не поднимается выше шести градусов. В 23-й школе пустые классы и коридоры. Многие родители просто не отпустили детей на занятия. Во втором Д сегодня всего две ученицы. Одеты по-зимнему, но все равно холодно, жалуется Полина. Говорит, приходится отогреваться на переменах горячим чаем. Температура в классах, рассказывает директор, не выше 12 градусов. И в ближайшие дни вряд ли поднимется. Но тепла ждать не приходится. Котельная, которая обслуживает школу, на ремонте. За погоджением с департамента освіти и науки, завтра прекращается на школе навчание. Мы обслуживаемся из котельной, как на улице Биха. Мы звонили, узнали, там идут ремонты. Так что они тепло не подадут. На холод в квартирах, жалуются и горожане. Несмотря на официальное распоряжение местных властей, отопительный сезон в городе возобновили не везде. Останавливает также такая ситуация, что когда закончился опаливный сезон, были заблендованы будинки, сняты лечильники. И на сегодняшний день идет процесс установления лечильников назад. И поэтому это частично затягивает запуск как житла, так и отдельных школ. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура в Прикарпатье будет еще понижаться. Этой ночью ожидается около 6 градусов ниже нуля. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновья Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивана Франковск. КНДР может пополнить список стран-спонсоров терроризма. Во всяком случае, в Белом доме рассматривают такую возможность, чтобы усилить давление на пхенья. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тилерсон. Ситуацию в регионе накаляют также новости, о якобы новых ядерных испытаниях. Детальнее в нашем сюжете. В Вашингтоне пхеньяну готовят удар. Пока санкциями, как политическими, так и экономическими. Администрация Белого дома хочет включить КНДР в список стран-спонсоров терроризма. По крайней мере, это сейчас рассматривают как метод давления на пхеньян. Мы изучаем возможность пересмотра статуса КНДР, в том числе и возможное включение в список стран, поддерживающих терроризм. А также и другие меры, с помощью которых мы сможем заставить режим в пхеньяне сотрудничать с нами. Северная Корея уже была в черном списке госдепа США после нападения на южнокорейский пассажирский самолет в 1988. Но спустя 20 лет президент Джордж Буш-младший исключил КНДР из санкционного списка после того, как пхеньян согласился на проверку всех ядерных объектов. Изменить свое решение в обратную сторону нынешняя администрация Белого дома решила после многочисленных запусков ракет в сторону Японского моря, которые пхеньян якобы оправдывает научными исследованиями. А последние ракетные испытания переполошили весь регион. В Южной Корее и Японии уже готовились к эвакуации населения. Президент сказал, что у нас есть армада, которая направляется к корейскому полуострову. Это факт, это произошло, точнее происходит. Напряжение у берегов Северной Кореи только усиливается. В Сеуле и Вашингтоне узнали о новых ядерных испытаниях 25 апреля, в день армии КНДР. Но наказать Северную Корею даже за предыдущие запуски пока не удается. Совбез ООН накануне не смог принять резолюцию. Вета наложила Россия. На это негативно отреагировали даже в Пекине. Китай всегда считал, что поддерживает единство среди членов Совета Безопасности. И единодушное решение крайне важно для того, чтобы Совет Безопасности мог адекватно ответить на любой вызов на полуострове. На фоне обострившейся ситуации США и Южная Корея решили провести совместные учения. Всего в них принимают участие около полутора тысячи военных пилотов. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Как айсберг превратил канадский городок в туристическую Мекку, и за что Виктории Бекхам вручили Орден Британской империи? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Во время саммита Большой Семерки в мае Дональд Трамп будет жить на военном корабле, поскольку узкие улочки итальянского города Тармины не позволяют перемещаться к кортежу президента США. Его на важные встречи будут доставлять на вертолете. Сам же военный корабль встанет на якорь в открытом море. Китай запустил первый грузовой космический корабль. Тяньчжоу в переводе с китайского небесная лодка доставит на орбиту более шести тонн топлива и других припасов для космической лаборатории. В общей сложности он проведет на орбите три месяца. В ближайших планах ученых из Поднебесной создание собственной космической станции. Чтобы обеспечить свою деревню водой, китаец работал 36 лет не покладая рук. Все удалось. Мужчина выкопал 9-километровое искусственное русло прямо на крутом склоне. Эта идея возникла у него еще в 50-х. Он написал план и привлек к работе почти 300 помощников. В конце концов крестьяне получили долгожданную воду, а мужчина стал настоящим героем. Маленький городок Ферриленд на канадском острове Ньюфаунленд превратился в туристическую достопримечательность. Все благодаря красивейшему айсбергу. Огромная ледяная глыба почти вплотную подошла к берегу. Высота айсберга в самой высокой точке достигает 46 метров. Местным это не в новинку. Огромные ледяные блоки из Арктики дрейфуют поблизости каждую весну. Территорию побережья провинции Ньюфаунленд и Лабрадор даже называют аллеей айсберга. Виктория Бекхэм награждена орденом Британской империи как за свою благотворительную деятельность, так и за заслуги в мире моды. Бывшая участница поп-группы Spice Girls, певица и дизайнер, а также мать четырех детей получила награду из рук самого принца Уильяма. В Букингемский дворец звезда прибыла с супругом, футболистом Дэвидом Бекхэмом и своими родителями. Если ты даешь волю своим мечтам и много работаешь, можешь достичь невероятных высот, поделилась своим главным секретом Виктория. Брэд Питт снова начал ходить на свидание после громкого расставания с актрисой Анжелиной Джоли. Правда, постоянной девушки у актера пока нет. По словам друзей, Питта больше интересуют сами выходы в свет и общение. Именно друзья выгнали Питта на свидание, чтобы он не сидел дома в одиночестве. Конкурентному украинскому кино быть, так заявил президент и подписал законы о господдержке кинематографа и об украинском культурном фонде. Сколько и на какие именно фильмы будут выделять деньги из бюджета, это решит специальный совет. Там гарантируют честность и прозрачность. Сейчас, по словам Порошенко, важно, чтобы современное кино воспитывало патриотизм и способствовало развитию украинского языка. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова